доброе утро дорогие друзья вы на канале питомника марине стик и сегодня 30 июня 2020 года и нашим малышам деточкам векусе сегодня исполнилось 6 дней я знаю что вы все переживаете за малышку глорию вот это вот пятнистую красоточки бело-голубую крошечку которая у нас отстает в весе сейчас до сих пор она на прикормах но малышка жива у нас есть положительная динамика она стала больше кушать при корма и вот извините отвлекаюсь опять на комментарии но в принципе я хотела бы ответить наверное просто тем людям которые действительно сильно переживают не хотят сказать ни о чем плохом но вчера под видео не помню кто мне написал комментарий что вот вы снимаете видео говорите всякую ерунду о каких-то там не очень умных комментаторах а в этот момент маленькая девочка хочет покушать маму а вы не обращаете внимание сердце разрывается как вы так можете ребенок не может присосаться к сисечке а вы продолжаете говорить всякую ерунду про каких-то там не очень умных комментаторах все дело в том что эта малышка не сосет маму сама вот именно поэтому она шестой день у нас на прикормах если бы она сосала вот обратите внимание на грету вот греточка у нас сосет сама начиналось у нас все с того что грета очень меня пугала она сразу при рождении была худая она была такая слабенькая рождены щеночки были все очень маленького веса за исключением одного вот этого мальчика шоколадного который родился шестым но при этом за несколько дней прикорма я уже показывала в предыдущих видео чем прикармливаю как прикармливаю к сожалению не получилось спасти генриха он погиб у нас а вот грета наоборот обратите внимание вот она после того как получила несколько дней прикорма стала сильнее крепче и вот она самостоятельно обратите внимание сосет маму шоколадный мальчик и белая вот эта девочка они сразу сосали маму поэтому малышка грета на сегодняшний день вот смотрите все сама умеет вот так вот кушает маму уже несколько дней она находится без какого-либо прикорма замечательные прибавки весе замечательно внешне изменилась девчоночка с остальными ребяточками все хорошо а малышенька глория вот это вот красоточка которая рождена была первой продолжает у меня собственно говоря жить на прикормах кушает она прикорма не очень как бы хорошо в каком отношении то есть она бывает вот пришло время кормления начинаю ее прикармливать она собственно говоря не хочет его брать очень мало там буквально чуть-чуть сглотнет и все и отворачивается выплевывает сейчас вот она меня обрадовала мы перед видео ну я их постоянно кормлю вы не думайте что я сижу снимаю видео в тот момент когда у меня сидят тут голодные щенки умирающие а я сижу снимаю видео и разглагольствую тут на разные темы а нет конечно же перед тем как снять видео я всех ребят кормлю всех рожениц выгуливаю делаю все свои дела и как только у меня появляется минуточка я делюсь своими и радостными событиями как вы видите не очень радостными я очень благодарна вам дорогие друзья за моральную поддержку за такое большое количество доброжелателей вот малышечка глория видите после того как ее подкармливаю мне даже задавали вопрос как мама к ней относится нормально мама к ней относится также как ко всем остальным вот у нее и животик на кормленный на сытенький и мамочка ее вымывает и она в общем видите да на шевелится и вчера вот этот комментарий был тоже написан у меня сердце разрывается как вы можете малышка ищет сисеньку не может найти да она шевелится как и все остальные но если ее сейчас положить к сисеньке она не присасывается и не сосет сама вот в чем вопрос именно поэтому я ее и прикармливаю если бы она сама могла присасываться к сисеньке мне было бы в сто раз проще мне не надо было бы делать это искусственное прикармливание достаточно было бы ее просто прикладывать к сисеньке она бы сама бы высасывала столько сколько и надо но к сожалению такого не происходит с малышкой гретой я сейчас в данный момент не оправдываюсь ни перед кем я просто хочу объяснить ситуацию которая действительно происходит именно для тех людей кто может быть просто также смотрит они понимают что тут происходит и возможно это гости нашего канала которые только сейчас первый раз увидели это видео и несколько вот может быть даже для таких людей объясняю что происходит вот сейчас мы будем взвешивать детишек да вот таких вот пузатых пупочек у нас не отвалился скажу вам честно я его отстригла он начал быть очень сухим и цепляться в момент того что глория ползает а глория ползает очень даже неплохо нам бы еще научиться кушать маму но сейчас меня она радует тем что она стала брать больше прикорма съедать больше прикорма видите какая она пузякачка как ее мамочка намывает старательно после каждого прикорма обязательно мамочка и и вымывает и личико вымывает и животик намывает то есть девочка и писает и какает вот видите мамочка за ней ухаживает мы не оставляем малышку без присмотра все свое свободное время мы проводим рядом вы знаете я уже показывала как у нас все устроено обустроена чтобы было удобно мне постоянно контролировать щенков и лампа у меня ночная горит постоянно если я слышу что кто-то плачет я естественно сразу обращаю внимание на малыша и самое важное дорогие друзья неужели вы думаете что я заинтересована потерять ребенка за которого уже вот шесть дней мы боремся за то чтобы она выжила и наплевательски отношусь к скажем так кормлению слабых щеночков я же в первую очередь заинтересована в том чтобы они все выжили если б я как говорится не кормила вовремя детишек глории уже не было бы с нами это истинная правда только лишь потому что она не питается сама и без прикормов и его сейчас с нами не было поэтому меня радует динамика развитие этой малышки меня радует то что она стала брать больше прикорма значит это должно давать ей больше сил если она начнет прибавлять в весе потому что на сегодняшний день обратите внимание на боль меньше по размеру даже всех детишек хотя рождена была откровенно говоря не самая маленькая но вот она динамика видите она не лежит у нас как говорится она пытается найти мамину сисю она пытается двигаться она лезет в тепло под мамочку под животик потому что мне тоже писали может быть ей холодно и и отбрасывают другие дети нет у нас в гнезде постоянная температура я уже тоже на эту тему отвечала на вопросы в комментариях мы поддерживаем специально в гнезде вот это вот лукошка называется гнездом где находится мама с новорожденными детишками потому что первую неделю своей жизни малыши не могут сами держать свою температуру их надо вот искусственно подогревать окружающей средой вот теплом вот этого гнезда вот поэтому то что сейчас малышка вот так вот скажем ведет себя и двигается это не потому что она голодная не может найти сисеньку у нее толстый накормленный животик это ну вот естественная реакция поведенческая любого щенка прижаться к маме прижаться к сисеньке они иногда бывает не столько сосут маму сколько они спят даже бывает на маме на мамином животике на маме сисеньке там тепло посмотрите векусенька какая у нас она довольная жизнью потому что когда девочка лактирует ей тоже тяжело от количества прибывающего молочка и когда детки и начинают сосать ей становится приятно все это лишнее молочко детки высасывают ей становится легче векусенька себя отлично чувствует вот она закрыла глазки сейчас больше от умиления потому что мы сейчас с ней и позавтракали с векусенькой и побегали поиграли погуляли и сегодняшнее видео взвешивание я буду производить несколько пораньше чем обычно потому что у нас обещают несколько дней подряд три дня на прогноз погоды нам обещают дожди и грозы в момент когда у нас идут дожди и грозы мы находимся сейчас на даче 200 километров от санкт-петербурга у нас часто отключают электричество и если нет у нас электричество у нас нет и связи интернета если даже я буду снимать видео я смогу их опубликовать только несколько дней спустя после того как у нас появится электричество поэтому я пользуюсь моментом пораньше снять это видео для вас чтобы вы не переживали за малышонков что скрепно с глори и с греты все хорошо с остальными толстопопиками у нас и сразу все было здорово на сегодняшний день нас пятеро один ребенок спит под маминой головой ну-ка вот он видите как запрятался под маму потому что ему так тепло и удобно и нет мама их не раздавит викуси опытная мама она рожает уже у нас не первый раз в пометок у викуси были маленькие щенки и даже гораздо более маленькие чем у нас родились в этот раз никого викуси ни разу не раздавила викуси на самом деле сама очень маленькая и хуй ну такая худенькая она не толстая далеко собачка ну и плюс повторяю опыт могут задавить новорожденных щенков роженицы которые рожают в первый раз и бывает очень неспокойные вот у меня были тоже такие ситуации роженицы они особенно первые дни находятся в стрессе от рождения щенков и начинают очень ну скажем так нервничать сильно прыгать скакать на все реагировать перекладываться из-за каждого щенка там переворачиваться и вот в такие моменты до опасно если она вот может так резко перевернуться и плюхнуться но там и вес собачки должен быть побольше века у нас очень даже не огромная собачка на самом деле ну давайте сейчас обязательно проведем взвешивание для статистики чтобы знать как у нас обстоят дела повторяю шестые сутки начинаем с глори она у нас первая по скажем так родилась она по счету первый нет дорогие друзья вот не знаю 55 она и была 55 но радует то что она как бы не потеряла стоит на том же месте но извините у нее сейчас наполненный вы видите сытенький животик несмотря на то что надо тянется к маминой сисе не будет сейчас кушать даже прикорм если я его дам то есть терять она не теряет поведение у нее вы видите достаточно активное но никакой положительной динамики на увеличение веса пока нет но я надеюсь что она стала больше кушать съедать за один раз и возможно это нам поможет все таки добиться и прибавок весе я на это надеюсь потому что все таки уже шестые сутки вот поэтому за глорию будем продолжать держать кулачки надеяться на улучшение с каждым днем теперь у нас вот этот красавец который сытенько спрятался под маму малыш белый шоколадной головой вот с такой толстой попой вот это вот такое толстенькое существо всегда хочет кушать он готов сосать даже мой палец вот они когда сосут ведь я глорию беру на шевелится то шевелится но вот что делает щенок который действительно как говорится сосет сам он тут же присосался к моему пальцу вот так должен вести себя щенок он сосет все он сосет все подряд и у него на самом деле очень сильный сосательный рефлекс то есть он реально при как бы всасывается чему угодно вот к моей руке к моему пальцу и это вот как бы естественно и нормально малышка глория так не делает у нее не то чтобы нет глотательного вот этого сосательного рефлекса прикорм она берет хуже когда вообще уже принудительно вливаем молочко и нет сосательного этого рефлекса у щенка тогда это вообще бесполезно даже прикармливать глория обхватывает шприц из которого я кормлю я кормлю из инсулинового шприца без иглы я уже показывала если интересно можно посмотреть предыдущих видео как раз мы спасали в тот момент малышку гретус который вот все хорошо и замечательно вот ну вот как вы видите с горе и так не получается пока пока не получается руки мы не опускаем и боремся мы кормим 103 грамма 103 грамма а был 96 прибавка идет и очень даже неплохая 7 грамм малыш некрупный вот смотрите даже глория она в отличие от генриха которому потеряли генрих вообще постоянно лежал пластом он даже не пытался ничего искать никуда двигаться ничего не делал вот единственное что пока она не сосет сама несмотря на все ее движение тела движения вот мы можем ей дать также палец как и и братишки она не делает этого ничего она вот вроде носиком тут что-то шевелит лапками шебуршит и все понимаете ну если она крепнет я надеюсь что все будет с ней также все получится у нас как получилось с гретой вот давайте вам покажу малышку граду сейчас на ее место как раз посадим глорию потеплее там будет вот вот у нас девчонка которая самых самых первых вот видите что делает щенок который сам сосет он моментально ищет чему бы присосаться вот посмотрите что делает малышка она мой палец тут же облизывает засасывает и начинает массировать лапками как массируют они мамин животик для того чтобы высосать молочко вот так себя ведет нормальный щенок который сам сосет глория повторяю так не делает поэтому комментарии на тему что я тут разглагольствую на видео а щенок голодный там ищет сисеньку вот она эти хвостик морковочкой лапочки красненькие все в порядке свою работу я выполняю как положено кормлю как положено каждые два часа и глорию подкармливаю даже чаще днем подкармливаю каждые 20 минут но извините 6 суток подряд не спать вообще и каждые 20 минут и ночью кормить я не могу каждые два часа еще реально я так и так просыпаюсь на крик плач детей и все равно кормлю потому что скажем так уж все равно ну как бы не спится не спится потому что тоже переживаю тоже боюсь очень страшно на самом деле просыпаться и посмотрев гнездо видеть там мертвого щеночка это действительно морально тяжело переживать ну вот грету мы можно сказать вытащили спасли видим каждый день я снимаю видео вот уже шестые сутки как изменилась наша красотка грета которая тоже с первых дней я за нее больше всех переживала вот ее уже не перевернуть как глорию но уже не дает даже маме себя помыть но уже крепкая сильная и очень красивая мы ее назвали грета star galaxy потому что девчонка очень красивая давайте мы взвесим грету и узнаем сколько она весит восемьдесят девять грамм так возвращаем грету к мамочке восемьдесят девять грамм было 82 немного но прибавила и это хороший результат потому что ну они были очень маленькими рождены у них вес при рождении был совершенно крошечный для нас каждые вот эти шесть семь восемь грамм это уже большая победа понимаете ну вот теперь придется белоснежную красотку она как раз уже толком не давайте посмотрим как глория вот сейчас сиси освободились так вот если глорию посадить на сисю вот она вроде бы ищет сисю вот сосочек вот сосочек так сейчас вот видите грета вот она вылезла из под маминой груди и уже нашла сосочек видите мы и оторвали от сисеньки она сама вернулась с другой стороны и вот она у нас глория которая кажется тоже как бы ищет сосочек пытается сама его найти вот он сосочек я и буквально в ротик его вкладываю на даже ротик открывает видите оп она его как бы период понимаете вот ну маленький тут же он вываливается у нее из ротика хотя у мамы сисеньки очень рассосаны я сцеживала для некоторые прикорма не каждое конечно кормление ночью это уже но уже ребята я говорю тогда сама уже тут скончаюсь вперед щеночков я сцеживаю с мамы молоко оно идеально выливается в шприц при легком легком нажатии то есть тут не надо сильно вообще прилагать какие-то усилия для того чтобы высосать тем не менее вот он сосочек она открывает ротик хочет его взять в ротик но грета уже сосет грета сама туда пришла и сосет а глорию даже вот так вот принудительно как говорится не заставить это сделать я надеюсь что может быть она окрепнет вот еще несколько дней таких прикормов и все будет хорошо но пока вот ведь не получается несмотря на то что да вот у нее как бы положительная динамика не могу сказать что это плохо вот малышка хоть какие-то проявляет интересы вообще на самом деле генрих то у нас просто лежал и ждал когда его покормят и обратно вернут на место белая девочка белая девочка у нас без прикормов сразу сильная крепкая красавица вес у нас 106 грамм возраст 6 дней 106 грамм ребята вчера была 109 потеря есть небольшая но смотрите она очень очень толстенькая она без прикормов она сосет постоянно сама и скажем если даже эта потеря веса то это очень очень серьезное незначительное возможно мы вчера ее взвешивали сытенькую насосанную или возможно мы как греца немножко погрешность весов бывает потому что не всегда они сидят ровненько и не прыгают так и последний наш красавчик шоколадик за которого я не переживаю вот видите девочка ищет сисюлю я думаю пару дней мы еще подкормимся она сможет сама сосать так 178 грамм весит наш малыш шоколадик 178 грамм 178 а был вчера 151 вот этот пацан вот поэтому на сегодняшний день я очень довольна результатами я думаю что мы с глоре еще пару дней на прикормах вот если она начнет еще увеличивать количество съеденного прикорма мне кажется она окрепнет потому что ну обратите внимание шоколадик у нас весит 178 грамм вот этот мальчик последний шестым рожденный сестренка белая даже после потери она весит 106 грамм и малышка грета весит 89 грамм белый шоколадный парень весит 103 хотя рожден был примерно одинаковый тоже некрупный и извините пожалуйста малышка бело-голубая на глория наша красавица моя мечта как мы ее назвали это жизнеутверждающее имя которое означает силу победу ну все самое лучшее мы вложили в ребенка что смогли она на сегодняшний день весит ребята 55 грамм 55 грамм весит наша глория поэтому как бы будем относиться к реальности так как есть и соответственно сил у нее меньше чем вот у этого карапуза у которого вес 178 грамм и он постоянно недоволен я его решил назвать герцог потому что характер вот такой 178 грамм постоянно недовольный хочет кушать постоянно кричит то есть малыши которые худеем меньше они не кричат а вот наш герцог недовольный голодным никогда не останется вот он пошел в бой вот такая у нас попочка вот у меня последние минуты карты памяти сейчас это видео может прерваться поэтому я хочу заранее всем сказать пока пока надолго не прощаемся пока солнышко я сейчас воспользуюсь моментом и сделаю отдельные индивидуальные видео про других щеночков которые у нас растут и подрастают это заранее уже предвижу что у нас могут отключить электричество и просто хотя бы пока светло сделать материал который будет возможно опубликован несколько позже если у нас из-за погодных условий что-то нарушится и что-то не получится мы уже все взвесили у нас хорошие результаты мы все довольны и спокойны посмотрите на малышку нашу грету которая кушает даже если мама сидит кто-то тоже переживал что что у вас мама в такой позе вот ему не пососать она не может лечь спокойно мама и лежит и сидит и я повторяю века мама опытная многоплодные многоплодные пометы большие у нее были не один раз и поэтому вика знает как ей надо лежать как ей надо сидеть чтобы всех детей накормить и никого не придавить и вот в завершении уже этого видео мне хочется сказать огромное спасибо дорогие друзья за добрые теплые комментарии под вчерашнем видео на тему скажем недоброжелателей и завистников и мне очень понравился комментарий виталия который написал именно так что на тему обмана подлогов и всего остального что эту жизнь каждый судит по себе как сам видимо в жизни поступает так и про другого думает и пишет вот какие-то гадости и и очень понравился комментарий натальи на мамочке нашей бьюти она правильно подметила мы никогда не показывали до этого никогда не показывали роды момент рождения щенков и я не настолько конечно суеверно как может показаться но больше видимо не буду я делать такие видео потому что именно после скажем так видео о появлении этих щенков на света рождение этих щенков у нас стали происходить вот такие неприятности с детишками несмотря на то что предыдущие два помета три помета мы тут принимали и показывали века это был уже четвертый помет не показывали вот такие именно таинства появления деток на свет мы не показывали я раньше вам честно скажу никогда не показывала даже рожденных щенков пока они не подрастали до возраста три недели один месяц именно потому что я согласна с натальей есть не только хорошие добрые люди есть люди которые питаются чужой энергии есть люди с негативным взглядом есть люди которые даже под видео про щеночка где я показываю просто милых щеночков ничего не говорю то есть там нельзя подумать о том что человек не согласен с моим мнением или его просто раздражает мой голос я бывает молча снимаю как спят маленькие миленькие щеночки когда я вот увидела такой момент он меня умиляет и я так хочу с вами поделиться вот этими положительными эмоциями которые испытываю я в этот момент и даже под такими видео есть люди которые ставят дизлайки это говорит лишь о том что вокруг нас к сожалению много людей не только хороших но и плохих и возможно для защиты своего потомства своих щеночков я больше своих собачек в том числе я больше просто не буду делать такие видео когда малыши еще настолько слабые не защищены и не стану больше никогда снимать вот такие возможно это совпадение потому что собственно говоря я повторяю я не настолько суеверно но мне бы не хотелось больше вот таких вот переживаний и думок потом на разные темы почему погибли щенки почему так плохо сейчас все происходит с малышкой глорий которая родилась достаточно крепкая не самая маленькая рождена была первая поэтому пишите конечно дорогие друзья комментарии я не скажу что я воспринимаю их так уж близко к сердцу чтобы тут ночи не спать и переживать конечно некоторые совсем уж там бредовые комментарии я их даже стараюсь не читать сразу просто удалять но некоторые вещи хочется даже извините ответить потому что как многие любят писать в комментариях извините не обижайтесь это мое мнение если честно у меня тоже есть свое мнение и вот как раз таки сидите отвечать на все эти комментарии с кем-то вступать в диалог и писать ответы на их комментарии с которыми я возможно не согласна у меня как раз таки времени нет мне проще вот так вот если не нравится что я говорю можно выключить звука просто наблюдать как щеночки сосут маму если не нравится видео тематика про собачек зачем тогда вообще приходить на канал где в заголовке указано о чем видео и ставить под ним дизлайки маленьким щенкам щенкам от этого хуже не станет мне от этого тоже хуже не станет но просто непонятно реакция некоторых людей всего-навсего я не отношусь к этому не тепло не холодно каждый имеет свое мнение и я в данный момент также высказываю свое мнение всем сразу чтобы не писать индивидуально каждому именно поэтому я и озвучиваю это не мои оправдания и не моя какая-то реакция мне от этого от их комментариев не тепли не холодней дорогие друзья последние секунды всем пока до новых встреч